Редактор субтитров А.Семкин Вот видишь, в каком она состоянии. Я бы сказал, в ужасном. Может, саженец и ничего, но как он скомплектован. А я вчера подслушал, кстати говоря, разговор двух покупательниц. Говорит, а что вы будете делать с розой? Вы будете ее в горшочек сажать? А она говорит, нет, я положу в холодильник, и она пусть у меня лежит хотя бы до апреля. Вот давай посмотрим, да лежит она до апреля или нет. Давайте, а по розам-то вы спец, я знаю. Очень мало корневой системы, вернее, может быть, не корневой системы, а субстрата какого-то, как вот замотано, что это. Опилки, абсолютно чуть-чуть земли и абсолютно сухой саженец. Как он может долежать в холодильнике до весны? Никак. Он просто засохнет. Саженец, в общем-то, и неплохой. Посмотри, здесь есть даже, уже начинают белые всасывающие корешки появляться, да, но если его оставить вот в таком виде, в котором мне он достался, ему точно придет конец. Поэтому мы будем его спасать. Садим в горшочек, правильно я понимаю? Да. Этот саженец же, понятно, что был выкопан не вчера, скорее всего, он был выкопан осенью, он где-то охранился всю зиму, и вот сейчас его достали и начинаем торговать. Вот я бы, по всем правилам, его бы на сутки замочил в каком-нибудь эпине или цирконе. Для розы нужно всегда брать высокий горшок. Знаешь, для чего? Для того, чтобы вот эта корневая шейка, прививка, вот это уплотнение, утолщение, всегда оставалось в земле сантиметров на пять. Именно отсюда начинают расти новые побеги. Поэтому вот это всегда мы заглубляем. Что, у нас получится? Нет, не получится, если мы не подрежем корни. Я смотрю, чтобы у нас на концах было все беленько. Вот когда белый срез, это значит корень живой. Кладем грунт на дно немного, края уплотняем. Я бы вот взял бы его, увез его на дачу и прикопал в снегу, между прочим. Но весь снег на даче превратился в лед. Поэтому прикопать вот это не удастся. Мне нужно, чтобы весь воздух из этого горшка вышел. Поэтому на первом этапе делаем болото. Осталось нам, собственно говоря, этот саженец накрыть полиэтиленовым пакетом, создать ему тепличные условия на первое время. Сделать несколько таких небольших дырочек. И это будет удачное решение. Абсолютно удачное. Сергей Богацкий и Софья Лапинина. Субтитры создавал DimaTorzok